Вести из севера против фундаментальной науки Привет! Сегодня я хочу рассказать про Египет. Если кто прочитал Библию и там нашел много слов о Египте, много пророчеств о Египте, например, египтяне будут воевать с египтянами, Израиль будет отдан вместо Египта, и все эти пророчества стали ясны только сейчас, в последние дни, перед Днем Еговы. Что такое День Еговы? День Еговы – это поражение Египта. Что такое Египет? Символический Египет – это фундаментальная наука. Наука объясняет практически все. От растений до облаков, всю землю рассказывает, учит людей. И все люди как бы полагаются науке. Наука, она стоит выше Бога для многих людей. И на самом деле в Библии есть истина. Из-за этой истины будет поражение Египта. Эта истина приходит сейчас, после того, как царь Северный запретил свидетелей Еговы, приходит вести Севера. И мой канал создавалось много лет, и я записал очень много видео о изоляторе молнии «Каменный уголь», где энергия молнии, распространяясь по поверхности земли, выходит от всех растений, создает озон, распространяясь по поверхности каменного угля. Она замыкает древесные угли, и от древесных углей выходит водород. И многое-многое другое, что я рассказывал. И все это доказывается с помощью слов Еговы, с помощью Библии. Там все есть. Там говорится про большой щит, маленькие круглые щиты и стрелы Еговы. Вот эти стрелы и есть эти иголки растений. В Библии говорится, что будет проложена большая дорога из Египта в Ассирию. И третьим союзником будет Израиль. Это означает, что наука и телевидение будут союзниками, и будет проложена большая дорога. И третьим союзником будут свидетели Еговы. Еще говорится в Библии, будет поражение Египта, поражение и исселение. Это говорится, что наука будет поражена, но будет исселена. Но это не место, одно место, ну там, где эти пирамиды Хиопса. А Египет это фундаментальная наука, которая находится в нашем мире. И я предлагаю просто посмотреть в Библию, полистайте, найдите все слова, связанные с Египтом, и вы узнаете очень много интересного. Потому что я открыл вам слово Египет, и что означает слово Египет. Спасибо за внимание.